Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в данном видео мы с вами разберем матч чемпионата МЛС США, где встречаются между собой такие команды, как Лос-Анджелес и Динамо Хьюстон. В данном видео, как всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю необходимую информацию, в конце гласшу свой прогноз на этот матч. Ставить или нет, решать уже вам, думайте своей главой, не забывайте о том, что в мире ставок всегда есть доля риска, поэтому грамотно распределяйте свой баланс. Итак, поехали, что касаемо данного противостояния. На самом деле, здесь, если взглянуть на турнирную таблицу, то мы сразу видим, что встречается между собой команда с первой строчки и с предпоследней строчки. Казалось бы, тут уже все понятно, да еще и если взглянуть на домашнюю статистику Лос-Анджелеса, то можно вообще отширить, потому что результаты у себя дома, они показывают невероятно. Они набрали 38 очков в 15 матчах из 45 возможных, то есть всего лишь 7 очков они не отобрали у себя дома из возможных. Это результат, на самом деле, очень хороший, но при всем при этом, также стоит отметить, что пропускает команда все-таки немало. И также обязательно стоит отметить, что на данный момент Лос-Анджелес не находится в прекрасной форме. У них в последних 5 матчах всего лишь одна победа. Остальные матчи – это либо поражение, либо ничьи. То есть, в целом, Лос-Анджелес, несомненно, находится на высоте. Команда обладает хорошим подбором игроков, команда показывает шикарный футбол, но, видимо, то, что они находятся на первой строчке, причем обладают таким неким неплохим отрывом, заставляет их психологически подрасслабиться. И это уже, видимо, сказывается. Иначе я не могу объяснить, почему команда так плохо проводит последние свои игры. Что же касаемо Хьюстона, то да, команда не просто так находится на последней строчке. В основном, за счет того, что в гостях они показывают не лучшую игру. Но при всем при этом, если мы посмотрим как раз-таки статистику матчей, то можем заметить, что разгромных игр, разгромных поражений у них очень и очень мало. Одна из последних – это было поражение против Филадельфии 6-0. Но вот это такой единственный камень преткновения, скажем так. В остальных матчах Хьюстон выглядел довольно достойно. Находил даже голы практически во всех матчах. Команда хорошо реализует свои моменты. Но при всем при этом, вот, все-таки проигрывает и не хватает им вот каких-то факторов определенных для того, чтобы все-таки добывать для себя очки. В любом случае, здесь, если мы с вами еще посмотрим на очные встречи, то можем заметить, что у Хьюстона в целом неплохо получается играть против Лос-Анджелеса. Команда не проигрывала им в трех последних матчах. В последнем матче им удалось выиграть, который был в этом году. Поэтому здесь лично я возьму плюсовую фору на аутсайдер. На мой взгляд, здесь ставка плюс 2 выглядит отлично. Если быть точнее, то моя ставка в этом матче. Победа Динамо Хьюстона с учетом форы плюс 2. Ну а поставить на это событие и многие другие вы сможете бы к микс-конторе 1x ставка. Ссылка будет в закрепленном комментарии под этим видео. По промокоду вы можете удвоение первого депозита. Промокод нужно вводить при регистрации. Это обязательно, потом он уже работать не будет. Что же, друзья, такой был мой прогноз сайдных матчей. Что думаете вы? Обязательно пишите в комментариях. Ну и не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться и нажимать на колокольчик. С вами, как и все, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.